Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. На улице осень, но земля еще не замерзла, хотя бывают утренние заморозки. Ну и самое время сейчас задуматься о почвогрунте, то, что мы будем высевать наши семена весной для того, чтобы получить хорошую крепкую рассаду. Почвогрунт, конечно, можно приготовить самому, а можно тем, кому некому возиться, тем, кому как бы недосуг эту работу сделать, купить в магазине готовый. Давайте мы заглянем в магазин и посмотрим то, что нам предлагает торговля, какой ассортимент, на чем мы остановим выбор и что мы можем сделать с этими почвогрунтами с целью их улучшения для более лучшего развития нашей рассады. Мы с вами находимся в одном из магазинов нашего белорусского города Барановичи, магазин садоводческой тематики. Конечно, таких магазинов есть и много у ваших городах, может даже и покрупнее, но мы сюда пришли почему? Для того, чтобы показать. Вот вы готовите к весенней посевной. Вам необходимы субстраты. Вы заходите в магазин, вот видите, как я стою, в глазах храбит от разнообразия субстратов. Маленькие фасовки, средние, большие фасовки, субстраты в море. Глаза разбегаются и мы не знаем, какой субстрат нам выбрать, для того, чтобы нам выразить хорошую крепкую рассаду. Но тут сразу внесу ясность. Для того, чтобы вы легче ориентировались в многообразие субстратов, знайте, что все, как написано в продаже почвогрунты, на самом деле это субстраты, они готовятся большей частью на основе торфа. Верхового или ленизинного торфа. Значит, далее, у качества субстратов может быть использоваться биогумус, но это реже используется, и кокосовое волокно. Кокосовое волокно по своим свойствам также близко к верховому торфу. Так вот, смотрите, нам производители вроде рекламируют, что его субстраты готовы к употреблению. Понятно, к употреблению субстраты будут готовы те, которые находятся в маленьких фасовках, которые расписаны для определенных культур, потому что в этих субстратах много добавок. Раз много добавок, значит, что это говорит, что там все внесено, все внесено, но стоимость этих грунтов, конечно, выше. Стоимость такого маленького пакета может быть приравнивать стоимостью большого пакета. Так что, знаете, этот момент. Если у вас выращиваете много рассады, конечно, лучше взять большой пакет. Рецептура грунта в большом пакете разрабатывает каждая фирма самостоятельно, и она не афишируется, процентный состав. Но то, что там есть верховой торф, низинный торф или кокосовое волокно вы можете, конечно, знать. Поэтому этот большой пакет, который мы купили почвогрунтом, мы будем улучшать. Что мы будем улучшать? Давайте будем разбираться по порядку, какие почвогрунты подойдут нам для того, чтобы сделать наши субстраты более пригодными для выращивания нашей рассады и иметь меньше проблем. Ну, какие добавки нам необходимы для того, чтобы улучшить наши субстраты, то есть те же почвогрунты для рассады? Ну, значит, необходимо напомнить, что в самом начале это механический состав. Если у нас кокосовое волокно или верховой торф, значит, эти субстраты быстро пересыхают. Они рыхлые, конечно, но они быстро пересыхают. Поэтому в эти субстраты мы будем добавлять почвоулучшители, то, что будет содержать влагу. В дольше субстратах они не будут так быстро пересыхать. В каждом субстрате можно предложить перлит за моей спиной и вермикулит. Эти два субстрата мы добавляем кокосовое волокно и грунты с большим количеством верхового торфа. Тогда они у нас не так быстро пересыхают. Песок мы ни в коем случае не добавляем в эти грунты, потому что песок будет способствовать, что эти грунты будут еще больше пересыхать. Ну, следующий компонент, еще чего можно добавить, но чуть позже расскажу, это органические удобрения. Органические удобрения будут привесить во все виды субстратов, ну, кроме, пожалуй, биогумуса. Они добавляют. Следующий наш верховой грунт, который приготовлен на основе низинного торфа. Есть у нас такие. Значит, что мы сделаем? Низинный торф сам по себе очень влагоемкий. При поливе он слеживается и долго удержит влагу, что не совсем хорошо для рассады. Для рассады грунт должен быть воздухопроницаемый и хорошо, чтобы вода проходила. Поэтому эти грунты мы будем разрыхлять. В качестве разрыхлителя для субстрата на основе низинного торфа мы будем использовать песок. Именно песок поможет разрыхлить нам эти почвогрунты. Соотношение песка к почвогрунтам может быть 1 к 3, 1 к 4. То есть большая часть песка разрыхлят наши субстраты и они хорошо потом пропускают воду и воздух и не так быстро слеживаются. Следующий субстрат, что это биогумус. Ну, по биогумусу, значит, что необходимо помнить. По биогумусу мы будем добавлять песок, потому что биогумус сам по себе питательный очень грунт, он как бы жирный. Нам необходимо его разбавить, то есть как бы разбеднить, потому что растения как бы не могут купаться в гумусе постоянно. От этого появляются различные болезни. Несмотря на то, что сам биогумус хорошо противостоит, убивает различных патогенов. В наш биогумус мы добавляем песок. Точно так же, как низинный торф, одна треть, одна четвертая часть от объема, от объема именно. Не весовое количество, а по объему. И что мы будем использовать в качестве органических добавок? Значит, состав удобрений, которые есть в продаже, очень большой. Вот я держу, например, пакет куриного помета. Точно так же есть у нас в продаже конский навоз, есть навоз крупно-рогатого скота, ну и есть органоминеральные добавки самые-самые разнообразные. Все это мы будем добавлять. Так, для того, чтобы вы просто ориентировались, значит, такие добавки делаются с такого расчета. 3 грамма на 1 литр почвой смеси. Ну, соответственно, если 10 литров, это 30 грамм таких добавок. Ну, значит, хочу сразу вам заверить, что многие боятся использовать эти добавки органические по той причине, что думают, что они будут иметь неприятный запах в квартире. На самом деле это не так, потому что эти добавки прошли ферментацию, высушены, и они лишены неприятного запаха. Вы совершенно не будете чувствовать запах этих добавок в ваших почвогрунтах. Также у нас в Белоруссии есть очень хорошая добавочка органоминеральный комплекс. Вот такого пакетика хватает на 100 литров почвогрунта. Ну, значит, здесь, кроме органики, имеются и бактерии триходермы с одной палочки. Поэтому грунт получает не только питание, но грунт точно также защищается от болезней и вредителей. Поэтому, конечно, используйте эту добавочку. А как приготовить почвоспель на своем участке, я вам сейчас расскажу. Мы побывали в магазине. Мы уже увидели, какие там почвогрунты есть, на что обратить внимание. Как улучшить. Ну, а теперь мы можем эту работу сделать самостоятельно. Мы используем те подручные как бы это самое субстраты, которые есть у нас под рукой. Что первое необходимо сделать субстратами? Не важно, будь то, ну, органический, будь то песок. Мы их должны пересеять. Сито это бесполезно искать. Я использую пластмассовый ящик с ячеечками где-то 3-4 миллиметра. Такой ящик просеиваем наши субстраты. Почему? Потому что там могут быть и камушки, там могут быть и вредители, там могут быть корневища сорняков. А именно при просеивании все это мы удаляем. Ну и дальше мы все это будем смешивать. Но мешается почвогрунты, чтобы вы знали не в весовом соотношении, а в объемном, то есть в литрах. Поэтому если части называются там две части, одна часть, три части, например. Это мы берем в виды какой-то определенный объем. Это у нас одна часть. И соответственно от этой части мы будем делать две-три части. Поэтому запоминается этот нюанс. Почвогрунты мы будем мешать в емкости. Это мы тоже покажем емкость наших лоточек. Где мы будем смешивать почвогрунты. Смешали наши почвогрунты. Сразу мы делаем, чтобы они были однородные. Однородные. Ну и после этого мы просто-напросто наш лунт попробуем. Если он будет рассыпаться нормально, вот такой рассыпчатый, хороший будет, значит он готовый. Ну может быть, если там какие-то у нас показатели физико-механические они устроят, значит мы можем добавить лепестка или добавить того же торфа, для того чтобы наш лунт стал более питательным. Ну и не забываем, значит любой почвогрунт, какой бы он ни был, значит он требует дополнительного питания. Дополнительное питание, что он заключается? Значит на один литр грунта мы добавляем 3 грамма любого сложного минерального удобрения. Соответственно 10 литров надо 30 грамм. Это столовая ложка сверху. Ну и точно так же 6 грамм известкового материала. Это может быть мел, это может быть доломитая мука на 1 литр. Ну и соответственно 60 грамм на 10 литров нашего почвогрунта. Мы также добавляем. Это чтобы вы ориентировались и не сыпали лишнее. Потому что лишнее как бы тоже не очень хорошо для наших растений, для нашей рассады, которая будет расти в этом почвогрунте. Ну эти добавки мы добавляем тогда, когда мы сделаем уже полностью почвогрунт. Ну почвогрунт нам необходимо обеззаразить. Обеззаразить почвогрунт мы будем очень простым способом. Мы не будем не пропаривать, мы не будем его не прокаливать на сковороде, мы его не будем портить, мы его оставим живым. После того как мы сделали наш почвогрунт, мы возьмем сенную палочку, возьмем триходерму, разведем в воде, смешаем вместе и просто напросто сблизнем наш грунт. Сблизнули наш грунт, после этого наш почвогрунт мы возьмем, засыплем полисейный мешок. Все, он у нас готов, уже стоят до весны. До весны он обеззаразится от болезней, на нем не будет почвенных гнилей. И соответственно мы смело сможем садить растения. И весной нам не надо бы бегать по магазинам искать что-то подходящее. Это один нюанс. Ну конечно, кроме сельского материала, то что я вам назвал, вы можете использовать не только мел или доломитную муку, можно использовать золу. Ну золы берутся 5 грамм, чуть больше. Ну зола легкая по объему, поэтому ее берутся чуть больше. Вот, и тоже так же перемешивается. Ну конечно прогресс не стоит на месте, все как бы течет, все меняется. Ну сейчас появились новые добавки. Органо-минеральный комплекс появился в продаже. Чем это хорошее? Это удобрение длительного действия. 100 грамм на 2 литра почвогрунта. В пакете соответственно 1 килограмм. Это хватает на 50 литров почвогрунта. То есть 5 ведер хорошей земли вы получите. И с хорошим составом удобрений. Почему? Это удобрения длительного действия. Они на основе жмыхов приготовлены и минеральных удобрений. Они медленно разлагаются в почве. То есть они будут максимально долго усваиваться нашими растениями. До свидания. До новых встреч. Жду ваших новых вопросов.